Здравствуйте! В прямом эфире на ТНВ новости Татарстана. В студии Лисан Сабирова и в начале коротко о главных темах выпуска. На борьбу с должниками выйдет терминатор. Устанавливается глушка на канализационный выход конкретной квартиры. Такие районы задолжали, как проходит подготовка к следующему отопительному сезону в репортаже Анны Городновой. Встретились на ток-шоу. Я вам верю. Я не знаю об этом, но я вам верю. Чем завершилась дискуссия о мусоросжигательном заводе, узнал Дмитрий Айринин. Казань цветущая и футбольная. Радует глаз. Мне кажется, туристов, которые к нам приедут, тоже будет очень приятно. Сколько цветов готовят к футбольному празднику? Подробно Альбина Минебаева. Дело техники – дело жизни. Настоять я не привык. ТНВ провожает на заслуженный отдых самого опытного инженера Николая Фишбейна. На что он шел, чтобы освещать мировые события, расскажет Рамиль Шайдулин. Почти миллиард рублей задолжали татарстанцы на конец отопительного сезона. Теперь на борьбу с должниками выйдет «Терминатор». Это устройство по заглушке канализации. Эксперимент в этом году проводят в Заимске. Анна Городнова о новых способах и ожидаемых результатах. Татарстанцы накопили почти 1 миллиард долгов за энергоресурсы. По сравнению с прошлым годом сумма выросла на 20%. Лидирует Казань – 504 миллиона. Самые дисциплинированные – пенсионеры. А есть и те, кто оплату просто игнорирует. Он может на Мерседес ездить, но за тепло не будет платить. А что это значит? Что за него оплачивают пенсионеры? Это же нельзя допускать. И тогда каких мер нет, управляющая компания спросит, кто там живет? Что? И мы тогда применяем вот эти терминаторы так называемые. Прибор с названием блокбастера – это заглушка канализации. Устанавливают через дымоход. Два устройства уже применяют в Заимске. Есть и другие меры. С должниками юридическими борются совместно с Бюро кредитных историй. Передали информацию в Бюро кредитных историй на 190 должников. Общая сумма задолженности там была 65 миллионов. Из них 43 миллиона было практически моментально погашено. Самарские коммунальщики пошли еще дальше. Трехтонную пирамиду с надписью «Здесь живет должник» привезли прямо к дому неплательщика. А в Нижнекамске с должниками боролись в стихотворной форме, размещая на подъездах рифмованные строки. Заплати свои долги и вари, и спокойненько живи. Новые долги диктуют новые меры. Но при всем этом за этот отопительный сезон, заявили сегодня в Татэнерго, не было ни одной серьезной аварии. В разгаре сейчас подготовка к следующему. Идет весенняя опрессовка и традиционное отключение горячей воды. 14 дней мы выдерживаем. Насчет отключения те участки, где необходимо капитального характера работы проводить, конечно, мы согласовываем с исполкомами до 21 дня достигать иногда. 60% теплопроводов только в Казани со сроком более 25 лет. Замена сетей – дело неизбежное. Ремонтные работы на основных казанских магистралях должны завершить уже к 10 июня. Опережать графики обязывает чемпионат мира, а вот в районах республики. Ремонтные работы должны завершить в конце августа. Анна Городнова, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Несогласны на расселение, сегодня в Альмитевске жильцы аварийного дома оказали сопротивление приставам, полицейским и работникам исполкома. Городские структуры ссылаются на решение суда, по которому жители должны покинуть аварийный дом. На что собственники пяти квартир ответили решительным отказом. Дискуссия о мусоросжигательном заводе дошли до ток-шоу. Сегодня сторонники и противники предприятия, которые планируют построить Васинова, встретились в школе журналистики КФУ. В течение двух часов стороны искали компромисс. Всех выслушал Дмитрий Аринин. Если нужен, почему? Если не нужен, тоже почему? Эти почему? По мусоросжигательному заводу люди, пришедшие на ток-шоу, уже не раз высказывали и лично друг другу. В представлениях сегодня особо никто не нуждался. В сторону тех, кто за завод, отстаивал журналист экономического профиля Альберт Бигбов. Предоставляется шанс, о котором, если мы не воспользуемся, мы будем о нем жалеть. А шанс заключается в следующем. Мусоросжигательный завод, построенный по западным технологиям, весьма уважаемой фирмой, у которой 30% мирового рынка. Люди, называющие себя экологическими активистами, считают, что такой завод не нужен. И проблему отходов может решить раздельный сбор мусора. Есть много отечественных технологий, которые вы можете без проблем найти в интернете, которые позволяют перерабатывать отходы, которые не подлежат тому, чтобы из них забрать вторичные ресурсы. На этой ведущей шоу Юрий Алаев заметил, что не вся теория живуча на практике. Существуют еще неотрегулированные, тупо неотрегулированные законы экономические, когда вот эту технологию тупо невыгодно внедрять. Практик, замглавы столичного исполкома Искандер Гениатурин, примеряя всех, сказал, строительство мусоросжигательного завода предполагает и более масштабный раздельный сбор мусора. И этим в первую очередь должны активно заняться сами горожане. Тогда, возможно, этот завод экономически станет невыгоден. Если сегодня мы, вот сегодняшними практическими шагами придем к тому, что у нас будет, грубо говоря, не 500 тысяч тонн отходов направляться на захоронение в городе Казани, а останется 200, и инвестор, говоря о том, что у него порог рентабельности составляет 60% загрузки завода, увидит и скажет, блин, они сделали так, что мне невыгодно вообще здесь строить завод. В любом случае, решение по будущему этого завода примут по итогам общественных обсуждений и нескольких экспертиз, в том числе и международный. Все эти процедуры должны пройти до осени этого года. Именно на этот период и запланировано начало строительства. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Стали известны причины мора рыбы в реке Зай. В воде обнаружены сезонные превышения марганца и железа, свойственные после таяния снега. По мнению экологов, это не связано со сбросами Заинского сахарного завода. Напомним, об этом говорили пользователи соцсетей. Нижнекамские рыболовы жаловались на гибель рыбы в водоеме. Водитель Заинского автобуса, которого обвинили в смерти 14 пассажиров, проведет в колонии 4 года и 6 месяцев. Верховный суд Татарстана сегодня рассмотрел апелляционную жалобу. Александр Ижмуков просил смягчить приговор. Он настаивал на том, что никогда не нарушал ПДД и сожалеет о случившемся. Однако суд оставил приговор без изменений. Семья Загировых из Казани просит помощи. И у их дочки, и маляки, и мужичковая недостаточность. У девочки нарушена речь. Она отстает в развитии. Ребенку предстоит подсадка стволовых клеток. Это будет новый путь развития ее интеллекта. Такую операцию согласились провести в Пекине. Но сумма лечения не посильна для семьи. Это что? Это что? Я ее понимаю. Как и все дети, маляка училась сидеть, ходить, произносить первые звуки. Неожиданно для всех два года развития ребенка остановилась. Сейчас маляке пять. Она до сих пор не может разговаривать. Врачи поставили диагноз «множечковая недостаточность». Внутриутробное поражение нервной системы. Они есть, слова мама, папа, но, к сожалению, на этом все. Ребенок все понимает, он все слышит. Она абсолютно все практически понимает. Операктивная маляка не может усидеть на месте рисования, лепка, книжки. Девочке интересно все. Но развиваться полноценно, как сверстники, она не может. Чрезмерно эмоционально затормаживает развитие мозга. Эмоционально-волевая сфера нарушена. То есть эмоции очень сильно преобладают, что речи тоже мешают. Вот эмоции, которые сейчас у нас проявляются, даже в агрессии. Все, у нас сестренку постоянно может подойти, ударить просто так. Медикаменты, занятия с логопедом и обучение в спецшколе. Этого недостаточно, чтобы вылечить маляку. Помочь ребенку сказать первое слово могут в Пекине. Там девочки предлагают подсадить стволовые клетки. Это будет новый путь развития ее интеллекта. Реплантация в спинной мозг, которая пойдет напрямую в головной мозг. И дай бог там залечит все наши повреждения. И две инъекции будут внутривенные. Они уже пойдут, возможно, на какие-то внутренние органы. Если у них там есть какие-то проблемы. 1 миллион 783 тысячи рублей. Столько стоят первое слово маляки. Сумма непосилена для семьи. Загировы верят в чудо. Помочь побороть болезнь может каждый. Реквизиты счета на экране. Алина Бережная, Мороцет Гараев, ТНВ, Казань. Когда не справляется одна семья, на помощь приходят другие. Сегодня Всемирный день семьи. Он провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН еще в 1993 году. И главная его цель привлечь внимание к семейным проблемам. Наша съемочная группа сегодня отправилась на улицы столицы, чтобы выяснить, что вкладывают в понятие семья казанцы. Это в первую очередь, наверное, любовь, согласие, взаимопонимание. Начиная от домашнего очага, от тех, кто тебя ждет. Ну и смысл вообще, смысл во всем. В каждой секунде, в каждой минуте. Для нас семья дружная, активная, чтобы вместе гулять. Каждый день приходим в парк. Умение прощать. Это очень тяжелое сейчас, особенно по нынешним временам. Смогут простить какие-то огрехи, которые бывают. Значит, будет все хорошо. В День семьи желаю всем счастья. Благополучия, чтобы всем всего хватало в этой жизни. У всех сбывались мечты. В хорошем смысле терпение. Без этого ничего не получится. И поменьше эгоизма. Мы поздравляем всех, у кого есть семья, у кого есть дети, у кого есть бабушки, дедушки. Поздравляем с этим праздником. Главное, чтобы и все были здоровы. Это самое главное в семье. Ну и больше проводить со своей семьей. Должно быть на первом месте семья. Он тоже часть большой семьи. Семьи ТНВ. Учитель, мастер, наставник. Сегодня на заслуженный отдых на ТНВ проводили аса инженерного дела Николая Фишбейна. Полвека на телевидении. Его команда освещала Олимпиаду 80 и Универсиаду 13. При нем же телекомпания прошла долгий путь от пленки до HD. Кто он, технаряд бога, расскажет Рамиль Шайдулин. Свой последний рабочий день Николай Фишбейн проводит как первый. Выводит сигнал на связь. Ближайший спутник на Ямале. Но это расстояние преодолевает нажатием лишь пары кнопок. Его команда делала и не такое. Когда приезжала Барселона, играла с Рубином на центральном стадионе, эта машина тоже использовалась для передачи сигнала на спутник. А дальше уже напрямую в Испанию. Раз, два, три, четыре. Звук без помех, сигнал без потерь. Это железные принципы Фишбейна. Его верный соратник Талгат Сабитов вспоминает, как восстанавливали связь в пригороде Нагорного Карабаха. Гостелерадио выбрало из всех лишь Фишбейна и Сабитова. Это можно его квалифицировать как основного специалиста не только у нас в Казани, но и который числится лучшим специалистом и в России. Он всегда там, где нет права на ошибку. В личном архиве сохранились фото с Олимпиады 80, кадры с тысячелетия Казани, универсиады. Всякий раз работа без единого сбоя. Вот такая была кассета, которой хватало на полтора часа. Его ученик, а теперь уже главный инженер канала Сергей Петров, вспоминает свои первые шаги на телевидении. Все шло к тому, что из-за малого опыта он чуть было не попрощался с работой мечты. Я благодарен судьбе, что в этот момент зашел Николай Львович и сказал, ну вот у нас передвижная телевизионная станция есть, где ты узнаешь обо всем. И о камерах, и о звуке, и о видеозаписи. Почти все мастера телевизионного ремесла – ученики Николая Фишбейна. В стенах телеканала его зовут не иначе, как учитель, мастер и друг. Фундамент этой телекомпании, мозг этой телекомпании, сердце этой телекомпании. То, что начиналось как страсть, стало смыслом жизни, профессии. Николай Фишбейн отдал ни много ни мало, а целых полвека. Большую часть – ТНВ. Все знают, что такое телевидение, с него, скажем, к нему привыкаешь. Это все время работа с людьми, поэтому это затягивает. Так уходят на заслуженный отдых, подаваться и с просьбами остаться. Но даже на отдыхе он сможет прийти к коллегам в любое время. С эксклюзивным, бессрочным пропуском, который разработают специально для Фишбейна. Рамиль Шайдурина, Игуль Батрудин, Вандерсен Тальцев, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Это новости Татарстана. Смотрите далее в программе. Гигантский чак-чак и футбол в доспехах. Сюда вставляется ваш смартфон. По QR-коду проходите на канал на YouTube. Открывайте совершенно любой ролик. Как Казань будет удивлять гостей чемпионата мира. Слава Тухмадулян. Айда на ТНВ. Вот этот проект помог реализовать свои мечты. Кто победил и быть ли продолжению конкурса Алина Изнатолина. Президент Татарстана находится с рабочим визитом в Саратове. Здесь проходит выездное заседание Совета Безопасности с участием секретаря российского совбеза Николая Патрушева и полпреда Михаила Бабича. Обсудили дальнейшую борьбу с терроризмом, экстремизмом и деструктивным влиянием на молодежь интернет-сообществ. 5 тысяч удаленных публикаций, 2 тысячи заблокированных страниц и 2,5 тысячи специалистов по контрпропаганде. Таковы итоги 2017 года. Михаил Бабич в своем докладе отметил роль Болгарской исламской академии. Она даст возможность мусульманам страны получить качественное и традиционное религиозное образование, не выезжая за рубеж. Гигантский чак-чак, футбол в доспехах и салат FIFA. Казань готовится встретить 200 тысяч туристов со всего мира. За время Мундиаля они могут принести до 20 миллиардов рублей в казну столицы. Чем будут удивлять зарубежных гостей и как любой желающий сможет попасть в виртуальную Казань? Салават Мухаммадуллин. Добро пожаловать. Рахим Эдегас. Велком. Вильком. Прошу вас. Карета подана. Не надевайте ваши костюмы. Поехали. В этой карете смешались все тренды туристического сезона в период Мундиаля. Национальный колорит, история и прогулки по столице республики. Футбольная ночь в музее, аргентинская танго на набережной и специальный салат FIFA от столичных поваров. Казань готовится удивлять зарубежных гостей. Заинтересованность достаточно высокая. Людям хочется чего-то нового, чего-то свежего, чего они не встречали раньше. Главным туристическим центром в период чемпионата мира станет центр семьи Казан. Здесь пройдет фан-фестиваль. В рамках него казанцы и гости города приготовят чак-чак весом больше тонны. Он попадет в книгу рекордов Гиннеса. А также здесь развернут скатерть длиною в 150 метров с символикой стран-участниц Мундиаля. 10 тысяч самых активных туристов в фан-зоне получат виртуальные очки. Мы будем раздавать картонные версии этих же очков. Она собирается, конструкция, вот таким вот образом. Сюда вставляется ваш смартфон. По QR-коду проходится на канал на Ютьюбе. А в Свияшске прямая интеграция в историю. Здесь гости смогут сыграть в футбол в доспехах рыцарей. А древний булгар внимает современным технологиям. У нас уже передвижение по музею-заповеднику организовано на электрокарах. То есть в электромобильчиках можно проехаться по музею-заповеднику или прогуляться. Все это в преддверии чемпионата мира по футболу. По прогнозам, денежный оборот в туризме за это время может достичь 20 миллиардов рублей. По нашим предварительным оценкам, мы ожидаем за этот период более 200 тысяч туристов и гостей. Соответственно, это и Россия, это и страны, те, которые будут у нас играть. И страны, те, которые у нас не будут играть. В навигации помогут туристам шатры в виде футбольных мячей. Под черно-белым куполом все желающие смогут получить информацию о Казани сразу на пяти языках. Слава Тмухмадуллин, Дени Уфатов, ТНВ, Казань. Пока все собираются в Казань, Крым ждет в гости татарстанцев и всех, кто решил отдохнуть на солнечном морском побережье. Сегодня торжественно открылся мост через Керченский пролив. Он стал самым протяженным в России, 19 километров. Первыми по мосту проехала колонна техники. На нулевом километре на берегу Тамани за руль головного КАМАЗа сел Владимир Путин. Сейчас мы едем с вами по участку, так называемому Казан. Итак, Крымский берег теперь еще ближе. Но прежде чем преодолеть эти 19 километров, не забудьте пристегнуться. К Мундиалю цветочная феерия. Праздник из бутонов обещают устроить на столичных улицах. От них только кашпо с цветами развесит больше трех тысяч. Город запахнет бархатцами, петуньями и сальвиями. Где Казань зазеленеет и зацветет. Альбина Минебаева. Все лето и весь чемпионат по футболу. Эти ростки малыши через месяц уже украсят Казанские улицы. Как раз подрастут к футбольному празднику. Постарались миллионы цветов вырастить нынче, чтобы город был красиво и ярко. Яркие и разноцветные петуньи, красные сальвии и бархатцы такие же круглые, как мячи. С января в теплице гор вот зеленхоза кипит работа, чтобы саженцы успели зацветти к мундиалю. Сотни, тысячи, что-то миллионы цветов пока не крепнут, формируют бутоны. Но через 10 дней все они перейдут из тепличных условий в городские. И к началу футбольного чемпионата такие вот петуньи и еще десятки видов цветов появятся на цветниках. Площадь почти в 19 тысяч квадратных метров. А еще по столичным улицам развесит 3,5 тысячи кашпо-город в ожидании цветочной феери. А вот кустарники и деревья почти уже посажены. На сибгата Хакима спирея вангута скоро зацветет белыми красками. Не было кустов, туда сажаем. У нас это сибгат Хакима на данный момент, в новой территории. Здесь мало было кустов, сейчас добавляем. Казань зазеленеет по основному маршруту чемпионата. Станет ярче дорога от аэропорта к городу. Казанцы же просят заглянуть во дворы. Вообще хотелось бы много зелени увидеть ближе к жилым районам. Чтобы свежее было, потому что этот запах асфальта, он везде преследует. Дворы тоже в планах. Их будет отремонтировано рекордное количество. Планируется отремонтировать 39 участков дорог, 83 городские улицы, 56 улиц жилых массивов города. Общая площадь предполагаемых работ более 2 миллионов квадратных метров. А еще в городе появятся объемные фигуры. Их будет 13. Например, этот футболист его в скором времени покроет цветами. А рядом с ним появится футбольный мяч, как главная сила предстоящего мундиаля. Альбина Минебаева, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Волонтерами на этом чемпионате мира будут и люди серебряного возраста. Их опыт поможет гостям во время игр. А сегодня добровольцы приготовили для детей с ограниченными возможностями кукольный спектакль «Забивай-ка в кругу друзей». Из сценарии куклы все сделано руками волонтеров. Это уже четвертый спектакль, который активисты ставят для особенных детей. Звездами не рождаются, звездами становятся. Сегодня стали известны имена победителей нашего конкурса Айдана ТНВ. Учиться за счет телеканала в КФУ будут три девушки. Они из Арского, Знакаевского и Лениногорского районов. На что они были готовы ради этой победы? Лина Зинатулина. Смелее, смелее. В журналистике скромность, помеха только. Место победителям в первом ряду. В главной студии ТНВ сегодня журналисты, фотографы республиканских СМИ, которые с самого начала конкурса следили, освещали, рассказывали. Наконец, яркое завершение в объективе их будущей коллеги. Алия Сабирова, бульякнанэ. Ура! Как держаться в кадре, говорить с экрана и брать интервью, Алия Сабирова из Арска давно знает и практикует на детской телестудии в родном городе. А теперь большие планы и на ТНВ. Хотела бы попробовать себя в качестве ведущей новостей, возможно, корреспондентом, в дальнейшем реализовать свой проект, предвигать его на телеканале. Алия признается, без помощи семьи и руководителей победа бы не состоялась. И сегодня вся группа поддержки в сборе. С ней 4 года занимались, выиграли международные всероссийские конкурсы. И не победить в этом конкурсе для нас это была бы катастрофа. Сирина Сахапова буквально запрыгнула в последний вагон уходящего поезда. В последний день подала эссе на первый этап конкурса. Поступать собиралась на журналистику, филологию или педагогику. И вовремя услышала «Айда» на ТНВ. Это вообще было как-то неожиданно. Я так сильно радовалась вчера, когда мне об этом сообщили. Потому что это значит, что у меня дальнейшая судьба просто изменится. С пятого класса писала стихи и рассказы. Инзеля Кусаенова всегда мечтала первой узнавать все самое интересное и рассказывать это другим. Телевизионного опыта не было, но желания его получить все больше. Когда писала сочинение на первый тур, я еще не думала, что пройду в финал и стану победительницей. Для меня это огромная радость и гордость. Конкурс стартовал 5 апреля и за короткий срок на него заявились 41 президент. Эссе, видеопрезентации и самое сложное интервью. В тройке победителей нет случайных людей. Это только начало большой работы. Потому что конкурс будет продолжаться. Каждый год мы будем набирать будущих студентов на этот конкурс, для того, чтобы они могли учиться и потом становиться талантливыми, потрясающими журналистами. У победителей пока одна задача успешно сдать госэкзамены. Тогда ТНВ гарантирует им учебу за счет телекомпании в КФУ. А мы ждем их у себя в редакции. Лидность Анатольевна, Марат Сыдгараев, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Вечерний эфир ТНВ продолжит программа «Вызов 112». А сейчас спорт и прогноз погоды. До встречи в 21.30. Счастье рядом. Из десятка предложений мы выбрали Южный парк. И это не случайность, а взвешенное решение. Современные квартиры по отличным ценам. Квартира в Южном парке – это новый уровень жизни для вас и ваших детей. Ниссан дешевле на 21%. Да, если в автоцентре Марка. Дарим небывалую скидку на новый Ниссан. Сигнализация в подарок. Звоните 4 пятерки, 3 единицы. Добро пожаловать в семью. Спутниковое телевидение от 0 рублей в месяц. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Если вам отказывают в кредитах, приходите в «Деньги мигом». Здесь 9 из 10 обратившихся получают одобрение. «Деньги мигом». Хорошая история. Доступнее не будет в автоцентре Марка. Новый японский датсун всего за 79 тысяч рублей. Узнайте подробности по телефону. 4 пятерки, 3 семерки. Пятый международный театрально-образовательный форум «Наурус» представляет. На сцене театра «Камала» экспериментальный спектакль по роману Фёдора Достоевского «Чернобыльский идиот» в постановке театральной студии из Колумбии для зрителей старше 12 лет. Снова в Казани. Московский цирк Юрия Никулина с новой программой «Браво». Добрый вечер. Время новостей спорт на ТНВ в студии Алмаз Гафиатов. В Казань 17 мая прибудет официальный кубок Чемпионата мира по футболу FIFA. В общей сложности самая ценная футбольная награда проведет в столице Татарстана 3 дня. Кубок является главным призом турнира, но при этом он остается в распоряжении FIFA. Церемония приветствия официального кубка пройдет на площади Тысячелетия. В следующие два дня, 18 и 19 мая, приз выставят на площади в специальном шатре, где посетители смогут сделать памятную фотографию. Казань. Пятая остановка в маршруте тура официального кубка по России в этом году после Владивостока, Новосибирска, Екатеринбурга и Самары. Затем легендарный трофей посетит еще четыре российских города. К другим темам. В следующем году лыжники Татарстана будут активно готовиться и к чемпионату мира, и к универсиаде в Красноярске. Об этом журналистам заявил президент Федерации лыжных гонок и биатлона Татарстана Ильшат Фардиев. В Казани провели коллегию федерации. На мероприятие подвели итоги прошедшего спортивного сезона и наградами отметили лучших тренеров, спортсменов и функционеров республики. В Татарстане есть спортсмены, которые могут участвовать во взрослых чемпионатах мира. Это Давыденкова, Ларьков и Нечаевская. Напомним, что на Олимпиаде в Пьенчхане татарстанцы выиграли одно серебро и две бронзы в лыжных гонках. Чемпионат мира в 2019-м пройдет в австрийском Зефельде, а зимнюю универсиаду примет Красноярск. И в завершении к новостям стендовой стрельбы. В заключительный день второго этапа Кубка России в Воронеже бронзовым призером соревнований в женском ските стала татарстанская спортсменка Екатерина Понедельникова. На отборочном этапе наш стрелок поразило 106 мишеней 125-ти. Выиграла перестрелку за путевку в финал, в котором разбила 37 тарелочек. А вот другой нашей Екатерине Комаровой повезло чуть меньше. В той же самой перестрелке девушка упустила путевку в финальный раунд и завершила соревнование на восьмом месте. В мужском турнире на круглом стенде лучшим из татарстанцев стал Петр Егоров. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Поговорим о погоде после интересной информации. Вам нужен шкаф-купе. Качественный, недорогой и по вашим размерам. Данил Мастер исполнит ваши желания. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер. Город Казань. Улица Восстания 23. Телефон 2. 167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке в Бугульме Бавлы-Ознакаево облачные погоды с прояснениями. Тут температуры понизились днем до 18 градусов выше нуля. На северо-востоке в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге ясно и сухо. Плюс 17. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызи, Менделеевске также 17 градусов тепла и без осадков. На северо-западе переменная облачность, столбики термометров покажут плюс 19. На юго-западе республики, в Болгаре, Буинске и Држаном переменная облачность, местами возможен небольшой дождь, но тепло, плюс 23. В центральных районах республики будет ясно 18-20 градусов выше нуля. В последующие дни существенных изменений в погоде не ожидается. В России привыкли, что настоящее лечение возможно только за пределами нашей страны. Специалисты доктор Ост с этим не согласны. Сейчас самые сложные заболевания можно лечить и на родине. За время работы наших центров более 10 тысяч человек избавилось от операции. Более 20 тысяч человек мы избавили от боли. Приходите к нам. Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни – это просто. В Казани открылся Центр лечения заболеваний позвоночника и суставов клиника «Доктор Ост» на Ямашево-11. Не терпите боль. Вернуться к полноценной жизни – это просто. О погоде в столице. В Казани переменная облачность без осадков плюс 19-21. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 51%. Магнитное поле земли спокойное. В конце выпуска еще одна информация. Цветоводы Казани приглашают всех на ярмарку цветов во Дворец химиков 15-16 мая. Приобрести посадочный материал и получить консультацию специалистов вы сможете с 10 до 18 часов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова